Всем привет! Сейчас наша тема работа со строками в Java В этой работе вы должны будете научиться работать с текстовыми данными как таковыми в Java а также уметь работать с текстовыми компонентами визуальными из палитры Sphinx У каждого из вас будет по варианту задания для обработки текста то есть визуальный компонент вы что-то введете нажмете на кнопку и будет какая-то обработка вот по вашему заданию итак напоминаю что по этому адресу можно скачать учебник электронный в котором есть значит эти все темы вот в этом учебнике вам нужно будет посмотреть тему работа со строками изучить это сами методы строковые разные и компоненты работы с текстовыми данными здесь первое вы видите что метка она не просто умеет обычный текст отображать а может отображать целиком текст в формате HTML видите вот такая красота может получиться но и другие компоненты однострочный текстовый редактор многострочный и так далее пример который мы рассматриваем находится вот по этому пути значит в общем репозитории вот в этой папке и так давайте посмотрим из чего состоит эта программа и что она делает в данном случае она вот поздравляет именинников разными благами и каждый раз эти блага случайным образом выходит например если у нас два именинника и два поздравления то она может по разному то так то так видите если уже у нас будет так то пожеланий не хватает а если так то будет только одно и то же и так что мы имеем вот это gtextarea компонент многострочный текстовый редактор это тот же самый компонент такого же типа это кстати навигатор компонент чтобы было видно как называется компонент и какого он типа это вот окно свойств итак значит сами эти вот участок текста он называется вот смотрите g-textarea и вот так подводите и смотрите вот g-textarea это textfield а еще есть вот textpan editorpan вот этот у нас сделал editorpan они все эти компоненты подобные но у каждого есть какие-то там свои фишки вот в этом учебнике они вот тут как раз разбираются чем они отличаются но общее у них то что они многострочные и вот этот внизу который он умеет разноцветно отображать с разными шрифтами итак посмотрим как у нас устроен код вот значит давайте для начала еще вот что сделаем откуда вот тут фамилии отображаются вот это в свойстве текста они находятся вот видите свойства текст тут пока пусто очистка таких компонент вот самый простой способ присвоить значение null ну это значит вообще ничего там не будет и вот тоже они мне называются почему не g-text1 а не g-text там ария 2 потому что вот здесь в свойствах я сделал красивое название чтобы было понятнее вот видите и этому с результатом итак теперь у нас основная кнопка поздравления здесь мы объявляем два динамических массива строк ну вот этот массив можно добавлять значение и удалять значение в отличие от обычных массивов ну это тут именно динамические то есть тут не надо задавать изначально сколько строчек там будет пока что когда вот эта команда срабатывает там ни одной строчки нет пустое на всякий случай первым делом очистим область поздравлений а теперь мы перебираем вот этих вот компонент g-text1 гел вот этот вот то есть вот эти благи перебираем значит спрашиваем сколько у компонента строк ну значит столько и пожеланий потом берем находим начало и конец каждого пожелания ну то есть для этого компонента вообще вот это вот все как бы одна длинная такая строка нам же нужно вырезать кусочек чтоб получилось слово счастье или здоровье с вот этой общей длинной строки то есть он как бы вот тут нам подсказывает сколько таких строк ну на этом как бы все как массива обращаться к нему нельзя мы должны другому с ним работать узнать начальную и конечную позицию и потом можно вот так извлечь текст нужный кусок этого текста и получится короче говоря строчка с пожеланием команда trim она обрубит пробелы если вдруг будет слева или справа вот пожелание если пожелание пустое то пропускаем эту строчку идем дальше по циклу ну это для того что вот нечаянно может взять вот так вот сделать чтобы вот программа не заглючила тут не было пустого поздравления строковые данные нельзя проверять равно равно вот так их проверяя только вот этой командой то есть мы говорим проверяем если переменная line соответствует ничему тогда ну цикл короче говоря ну следующая операция начинается принудительная и эта строчка не срабатывает то есть пропускаем ход короче вот этот вот со строками только вот так их сравнивают этой командой если вдруг там что-то какие-то ошибки будут при чтении тогда сработает вот это ошибка чтения пожеланий если там вдруг вообще ничего не будет никакого пожелания так теперь начинаем перебирать всех персон значит а самое главное смысл вот этого цикла заполнить массив поздравлений вот в чем этот смысл вот этого всего то есть мы из того компонента вырезаем каждое пожелание и помещаем его командой ADT в массив поздравлений вот этот блок делает то же самое он заполняет фамилии также считывает каждую фамилию отсюда и добавляет вот этот массив если оказывается что людей у нас больше чем поздравлений ну то мы им говорим что поздравлений на всех не хватит чтоб никто не обиделся проверяем видите вот это вот если поздравлений на всех хватает тогда начинают вот этот вот цикл смотрите как работает теперь этот цикл что он делает мы перебираем массив людей вам это массив size это количество этих людей size выдаёт значение начиная с единицы например если 5 человек там у нас она выдаст size 5 но обращаться надо к ним с нуля до 4 поэтому тут 0 а тут меньше а не меньше левого а потом каким образом хитрость случайное пожелание выходит смотрите вот например пусть у нас будет 3 того и 3 того мы берём придумываем случайное число от 1 до 3 к примеру ну выпало 2 значит мы получается Иванову даём здоровье и отсюда выбрасываем эту строчку удаляем и Иванова уже как бы не рассматриваем теперь случайное число от 1 до 2 кидаем ну из того сколько плак 1 выпало значит Фитрову желаем счастья ну а Сидорову уже остаётся успех то есть ещё разок вот сколько тут человек вот это количество мы берём случайное число выбрасываем вот тут скажем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 например 7 1 2 3 4 5 6 7 значит вот здоровье близким будет у Иванова ну а теперь будем выбрасывать для Петрова уже случайное число от 1 до 6 ну их же тут как бы ну меньше становится подождите нет не до 6 2 3 4 5 6 7 8 от 1 до 8 давайте посмотрим точнее как тут у нас вот мы перебираем этих людей и делаем случайное число сколько у нас поздравлений максимально есть получается округляем его тут и вот это это номер строчки с поздравлением а вот это всё это мы украшение добавляем кодами html и потом так вот так вот мы извлекаем поздравление из мастива поздравления то есть это считывание строки из массива причем нижний регистр сразу делаем добавляем новую строчку и это поздравление убираем да и самое главное мы накапливаем вот этот вот результат еще вот это вот всё вот это всё это одна строчка вот она это это s но но так как нам нужна была строчка которая будет добавляться ну такая многострочная то обычный стринг не подходит для этих а нужно использовать стринг builder или стринг буфер в лекции тоже об этом написано поэтому изначально у нас идет только то что у нас по центру все будет и размер шрифта 5 и потом вот в эту s вот команда append добавляются новые строчки это html тег переход на следующую строку и когда полностью мы в s сформируем вот это вот всё ну тогда короче говоря мы это потом засовываем этот компонент с поздравлением вот сюда таким образом в этой работе получается используется смотрите такой тип строки динамический обычная строка массив строк визуальный компонент одного типа и визуальный компонент уже вот другого типа то есть вот такая комплексная программка у вас по варианту у каждого будет что-то подобное по заданию не забывайте не забывайте пользоваться электронным учебником на этом всё всем пока не забывайте не забывайте ничего не забывайте